Снежина Цупкина, главный ветеринар племенного хозяйства, несет зерно на экспертизу не впервые. Качество комбикорма регулярно проверяла, а сейчас идет, правда, с другими намерениями. У ее буков уже взяли первые пробы крови, для них на будущее определят оптимальный рацион питания. А это позволит улучшить результаты. Стало удобнее, потому что вот именно отдел по контролю качества кормов. Их отделили, у них свое здание. Очень хорошее, удобное, удобный прием. Первые комплексные исследования кормов и сырья для их производства до этого проводились только за границей и частично в Москве. Сейчас по инициативе главы края появились и в Краснодаре. Они позволяют подобрать индивидуальное питание для каждого вида скота. Необходимо первое, это взять анализ крови. Необходимо сделать, за счет чего этого будет, это анализ кормов, произвести полную оценку этих, всех этих и крови, и кормов. Мы должны свести это к ученым нашим, к нашим специалистам, которые разработают рацион, необходимый для того, чтобы повысить продуктивность его животных. Сегодня для этого в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории есть все необходимое оборудование. Кроме того, в следующем году построят еще один исследовательский корпус. В связи с этим уже провели некоторую реорганизацию. А такой шаг и на импортозамещение положительную роль, несомненно, окажет. Позволит нашим предприятиям, особенно экспортерам, не только иметь качественные показатели исследований, но и экспортировать свою продукцию, при этом уже не затрачивая никаких средств за рубежом, поскольку результаты наших исследований признаются во всем мире. Всего в крае 11 подобных лабораторий. Впоследствии они все перейдут на такие комплексные исследования. А это позволит вывести кубанское животноводство на качественно новый уровень. Василий Широких и Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар.